Итак, ребят, приветствую всех! Мы начинаем серию новых разборов на турнир UFC Fight Night, который состоится 13 марта в ночь с субботы на воскресенье. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о поединке, которого ждут огромная часть фанатов постсоветского пространства, так как будет драться наш соотечественник Магомед Анкалаев. И на этот раз его оппонентом становится опытный боец из Бразилии Тиаго Сантос. Также стоит подчеркнуть, что Сантос является бывшим претендентом на чемпионский пояс. Это боец, который дал максимально конкурентный и близкий поединок чемпиону Джону Джонсону. И действительно, победа Анкалаева над таким оппонентом может возвысить его акции и, скажем так, приблизить его к статусу главного претендента на чемпионский пояс. В общем, как всегда, по классике, сегодня мы поговорим о бойцах, разберем бойцовские карьеры. И, конечно же, в конце выпуска будем искать варианты для ставок. Да, кстати, ребят, что касается ставочек, то ссылку на свой телеграм-канал я оставлю в описании под этим видео. Да, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, так как я именно там публикую скриншоты своих ставок. На прошлой неделе я опубликовал на номерной турнир UFC 272 три скриншота своих ставочек. Две из этих скриншотов прошли, поэтому, чтобы их не пропускать, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка будет в описании под этим выпуском. Ну а мы начинаем разбор, погнали! За плечами Анголаева огромный любительский бэкграунд в вольной борьбе, в греко-римской борьбе, кстати. Именно этими видами спорта он начал заниматься еще с самого раннего детства, после чего переключился на боевое самбо. Смог стать мастером спорта, также выступал на чемпионате России и мира по ММА и становился победителем этих турниров. Ну и, соответственно, в 2014 году уже решил попробовать себя в качестве профессионального спортсмена. Выступал в организации АПЛОД, там встретился против Давлиджана Якшимурадова, которого смог победить по решению судей. После этого был подписан контракт с организацией WFCA, это Лига Ахмат, где также показывал отличные выступления, участвовал в гран-при и в финале встретился против Максима Гришина, который сейчас также является действующим бойцом UFC, которого победил досрочно, ну и тем самым став чемпионом организации WFCA. После этого, после ряда, точнее, да, правильнее сказать, успешных выступлений в Ахмате в 2018 году получил контракт с сильнейшим промоушеном мира UFC, дебютировал против Пола Крейга. На протяжении 14, где-то, да, около 14 минут этого поединка Анколаев доминировал над своим оппонентом, но в какой-то момент Пол Крейг смог застегнуть треугольник ногами, да, там буквально 2 секунды или даже 1 секунда не хватило. В третьем раунде, да, не хватило для того, чтобы Анколаев выиграл тот поединок, все-таки Крейг это мастер бразильского джиу-джитсу, черный пояс в этой дисциплине, к сожалению, это стало первым поражением для Анколаева. Ну, соответственно, да, боец не растерялся, боец духовитый, не раз он нам демонстрировал, да, эти навыки, ну и, соответственно, после этого вышел на череду потрясающих побед. Встретился против Прахня, которого победил, дальше был поединок против Лонги Амбулы, там досрочная победа, причем очень яркая досрочная победа Магомеда Анколаева, дальше было 2 противостояния против Иона Куцелабы, вот если мы возьмем первый бой с Куцелабой, то там показалось, да, конкретно рефери, что был потрясен Куцелаба, решил остановить этот поединок, но, как оказалось, и он просто, да, воображал там, что он якобы потрясен, все с ним нормально, были споры вокруг этого поединка, тогда техническим нокаутом победу отдали как раз-таки Анколаеву, но все прекрасно понимали, начиная от судейского корпуса, заканчивая фанатами, да, что, ну, не стоит точка в этом противостоянии, и как раз-таки UFC приняли решение максимально быстро оформить реванш, и для того, чтобы все-таки понять, было ли там действительно потрясен Куцелаба, либо он играл, да, на публику, скажем так, специально, возможно, таким видом, да, что якобы он потрясен, он заманивал к себе Анколаева, чтобы выпустить череду там каких-то серьезных попаданий, в общем, реванш состоялся, в реванше как раз-таки Анколаев поставил максимально жирную точку, нокаутировав наглухо Куцелабу, по-моему, если мне не изменяет память, уже в первом раунде. После этого был поединок против Никиты Крылова, честно говоря, я не хотел этот бой, потому что мне Крылов нравится как боец, да, и, ну, UFC, как говорится, свои планы, сделали они этот бой, да, вот первый раунд Крылов, как мне показалось, забрал, остальные два раунда Магомед Анколаев прибрал к себе, ну и, соответственно, единогласным решением судей одержал победу. Крайний свой поединок Анколаев провел против Волкана Аздемира, победил того по решению судей, и сейчас, да, ему дают возможность подраться в пятираундовом, да, поединке против бывшего претендента на чемпионский пояс. В общем, переходим к бойцовским качествам Магомеда, здесь стоит подчеркнуть, что это максимально и максимально сбалансированный боец. Если еще когда-то Анколаев, кто-то может сказать, что он был однобоким борцом, то сейчас в стойке Магомеда чувствует себя максимально комфортно, работает как с рук, так и с ног, по всем этажам, есть нокаутирующий удар, что касается его борьбы, то здесь стоит подчеркнуть, что максимально крутые по таймингу тейкдауны, хороший контроль в партере, да, но опять же мы должны понимать, что на примере поединка против Пола Крейга нужно быть максимально предельно аккуратным, да, когда Анколаев переводит бойцов, у которых джиу-джитсу находится на высоком уровне. Что касается его кардио, то здесь никаких вопросов нет, прекрасно дышит на протяжении всех трех раундов, я думаю, что здесь в пятираундовом поединке проблем с кардио быть не должно. Тиаго Сантос является бывшим военнослужащим бразильской армии, в частности был там десантником, да, в 2010 году решил попробовать себя в качестве профессионального спортсмена, и действительно посмотрите, куда этого парня, да, привело его стремление выступать в качестве профспортсмена. В общем, до UFC показывал хорошие результаты, да, дрался в региональных промоушенах, также выступал у себя на родине в Бразилии, но в какой-то момент принял участие в ТАФе, к сожалению, для него не смог там выиграть, но босс UFC решил все-таки подписать контракт с этим спортсменом. В общем, выступал, значит, Сантос в средней весовой категории, и после этого, да, перешел в полутяжелый вес. В общем, дрался с хорошей оппозицией, проигрывал Гегорду Мусаси, после этого, да, был ряд побед над не самыми известными спортсменами, но в какой-то момент встретился против Джимми Манулы, которого смог победить, да, соответственно, была также победа против бывшего, да, чемпиона UFC Яна Блаховича, ну и, соответственно, да, выбив уже статус главного претендента на чемпионский пояс, UFC посчитали, что вот можно встретиться, пора бы, точнее, да, ему встретиться уже против Джона Джонсона. Как я уже и сказал, был максимально близкий поединок, огромная часть и фанатов, и экспертов в области ММА тогда говорили о том, что Сантос как минимум не проиграл, и вообще по-хорошему одержал победу над Джоном Джонсоном, у которого были, возможно, проблемы тогда с мотивацией. В общем, лично я также считаю, что это решение очень ужасное, да, потому что Сантос сделал больше для того, чтобы победить, плюс он был там травмирован, да, получил травму ноги, но все равно продолжал показывать конкурентный бой. Но каким-то чудом, мы знаем, да, что в судейском корпусе порой бывают такие вещи, что сидишь и понимаешь, блин, почему это все происходит. Ну, возможно, у меня есть, кстати, ответ на этот вопрос, это лично мое мнение, я его никому не навязываю, я считаю, что, ну, зачем нужен был UFC Сантос, да, когда есть вот медийный человек, очень популярный боец Джон Джонс, да, и зачем его лишать чемпионского пояса, я лично так думаю, а там, как говорится, каждый может думать так, как он считает нужным. В общем, после этого встретился против Говер Тейшеря, проиграл тому, дальше было поражение Тракича, и свой крайний поединок провел против Уокера, да, это был, как я уже говорил в своих подкастах, это был самый, возможно, ужасный поединок, потому что здесь и Сантос боялся того, что его могут нокаутировать, и Уокер тоже опасался своего оппонента, в общем, это было больше похоже не на бой по правилам ММА, а на поединок по правилам Тейквондо, то есть в основном спортсмены на протяжении 25 минут били ногами. И если мы глянем, кстати, на статистику, то Сантос по статистике нанес больше значимых ударов и выброшенных ударов, но победу тогда отдали Тьяко Сантосу, ну, я думаю, вы все прекрасно понимаете, почему так произошло. В общем, ужасный бой, если вы его не видели, ребят, вообще не смотрите его. В общем, переходим к бойцовским качествам Сантоса, у него хорошие навыки в бразильском джиу-джитсу, но я не думаю, чтобы прям такие, как у Пола Крейга, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Что касается ударной техники, то до того момента, пока, скажем так, не было такого огромного накопительного эффекта в плане урона у Сантоса, это был боец, который работал первым номером, боец, который пытался и шел за нокаутом, да, сейчас он не является таким, сейчас работает больше на задней передаче вторым номером, за что и частенько, да, платится как раз-таки поражениями в UFC. Что касается его кардио, то, в принципе, он дышит-то неплохо, да, но, опять же, дышит он неплохо только в тех случаях, когда оппонент не работает первым номером, не навязывает там огромное количество вязкой такой работы, в клинче, например, там, да, в партере, то здесь Сантос чувствует себя комфортно. Если такую работу ему навязывают, то, соответственно, уже к третьему раунду он начинает подседать по кардио. Таким образом, ребят, переходим и продолжим этот поединок, и давайте взглянем на котировки букмекерских контор. Здесь у нас безоговорочным фаворитом, естественно, идет Магомед Анкалаев, коэффициент на его победу 1.15, в то время как коэффициент на победу Сантоса где-то 4.5, ну, плюс-минус, все зависит от котировок букмекерских контор. Да, здесь я согласен полностью с контором, я считаю, что здесь Анкалаев является фаворитом не только по их котировкам, но и по моему мнению. Почему? Потому что если разобрать по всем аспектам, я думаю, что в ударной технике Анкалаев не будет уступать своему оппоненту, а если даже вдруг и будет, то у него есть его сильная сторона. Это что? Правильно, это его борьба за его плечами, серьезный борцовский бэкграунд, он прекрасно себя чувствует. И, кстати, немало важно, да, что Магомед Анкалаев подтянул партер, и я думаю, что сейчас не так уж будет легко поймать его на сабмишн, да, или какой-то удушающий прием, поэтому по всем показателям я считаю, что здесь Анкалаев выигрывает в этом поединке и должен одерживать победу. Вот теперь, что касается ставок, ребят, хочется подчеркнуть также немаловажный момент, потому что многие писали мне в комментариях, зачем ты разбираешь такой поединок, как Келхер против Умара Нурмагомедова. Ребят, если вы внимательно смотрели мой разбор, то я был не только за то, чтобы забрать победу Анкалаева, Анкалаева говорю, победу Умара Нурмагомедова, да, за 1.15, за 1.18, какие там коэффициенты на него были, но я был также за то, что взять такую ставку, как Умар победит досрочный коэффициент, там уже был 1.5. То есть, ребят, я к чему это все говорю? Смотрите внимательно прогнозы, то есть прежде чем писать какую-то херню в комментариях, откройте, блин, посмотрите прогноз, посмотрите, какие варианты я там предлагаю. Ведь я стараюсь всегда предлагать какие-то дополнительные варианты, когда у нас самые низкие, ну, точнее, не самые, а когда у нас низкие коэффициенты на конкретно победу, там, П1 или П2, да, я пытаюсь найти другие варианты к этому. Поэтому, блин, ребят, ну, сначала посмотрите, потом пишите, я вас прошу. Вот, поэтому, что я хочу здесь сказать? Здесь я также считаю, что у Анкалаева есть все шансы, чтобы победить досрочно пробитого уже Сантоса, уже бойца, который сейчас находится на закате своей профессиональной карьеры. Я думаю, что мотивации там, в принципе, уже особо не осталось. Поэтому рассмотреть такие варианты можно, как Магомед Анкалаев победит досрочно. Коэффициентов пока я еще не находил, то есть ни в париматче, ни в фонбете коэффициентов на эти события нет. Если в вашей букмекерской конторе есть, ну, я думаю, там может быть 1,3-1,5 коэффициент, где-то плюс-минус такой, в районе вот этих кайфов должны быть цифры. Также можно рассмотреть тотал меньше по раундам. Меньше 4,5, меньше 3,5. Вот такие вот варианты, я думаю, стоит также, на такие варианты стоит также обратить внимание. В общем, да, ребят, вот такое получилось мое мнение касаемо этого поединка. Интересно теперь послушать, что вы думаете по поводу этого боя. Пишите все свои мысли в комментариях, мне интересно будет их подсчитать. Самое главное, пишите адекватные комментарии. Ну, и неадекватные тоже, что будем стараться и на них тоже отвечать. В общем, ребят, на сегодня у меня все. Я буду начать с вами попрощаться. Всем пока, хорошего дня.